круто я не чувствую вообще никаких непривкусов ничего обычная вот сейчас 016 вытащил обязательно оставляйте комментарии это просто ребята вершина мира он 4 энергоблок для круто знаете что самка съедает самца знаем а что она страшно тебя сейчас направила свои клешни атаковать собирается мы поднесем языку вот так выглядит наша подготовка тема работает сейчас будем тестить не вину мужик роли на ночевке хавали еще одну мивину а сейчас меня вот угостили такой армейский суточный полевой набор продуктов и набор номер шесть здесь можно прочитать что сюда входит каша рисовая со свининой овощами сейчас посмотрим что здесь есть значит рацион лет и житомир хлебушек сухари армейские пшеничные влажная салфетка мед натуральный вот такая вот у нас чай салфетка с ложкой и собственно каша салфетка каша выглядит таким как на рыбалке мастырка сплошным комком но сейчас посмотрим какая она на вкус выглядит реально как мастырка суши тут мясо много глянь какие куски сейчас попробую мясо как в тушенке понял причем его много и не с жиром а именно кусман мясо пойдет под кофе общих пойдет отлично вещь ребята лошади давай станем под дерево аккуратненько и пусть не буду туда собственность что не спеши мучена под дерево подойдем спрячемся не хрустим ветками тихо 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 и са дерево вот смотри красавчик же ребенок вышел на нас а их целый табун смотри влево уходят ребята лошади сюда идут отри ко мне идут вообще смотри красавцы не шевелись вот они смотри пошла пошла тихо не хрусти не хрусти смотри класс вообще это видел агрессивно настроена у нас вообще ребята лошади брыжевальского которые мы видели только на монете мы крадемся к ним то нет все они так убегут вот хорошо когда мы на месте стояли они вернулись сюда они на нас смотрят смотрите сейчас я переключу давай постои они подойдут они только что прямо на нас бежали пока ты не грустно и дима не сорвал одна лошадь подошла к нам вот она стоит встала и смотрит вот она шевелится и и вон еще стоит между деревьями еще одно видите тоже палит нас вон она стоит короче красота ребята хорошо что я их заметил и мы остановились потому что проехал машина в 300 метрах от нас и может быть целая банда которая стояла общалась она нас заметила прямо под лэпами под этим поэтому сейчас будем ждать пацаны на привале поэтому сейчас отправится наш проводник чуть-чуть вперед и если там кто-то есть придется в зеленку уходить и подходить к трассе из лесу они по открытой галяване а лошади ребята вот они стоят сзади меня 60 метров 6 лошадей 5 лошадей и жеребенок это незабываемо и когда мы начали тёма подходить к ним начала так форчать дико я думаю как хорошо что у меня есть пистолет если вдруг она агрессивно настроена и вспомнил что он у меня где-то на дне рюкзака это тоже важно конечно я был сказал не нападай подожди пожалуйста лошадь час я достану пистик и испугаю тебя пукалкой подошли к дороге только что проехала машина прикордонная служба аккуратно провода и под ногами тоже проскочили еще одну дорогу по которой только что едут вообще следы сегодняшний аттрактор только мы близко возле дороги ну нафиг давай мы на пол пути а может и меньше уже к дуге зрелище печально черные столбы деревья без листьев все горело хорошо хоть дорога такая уверенно ужас что творилось я представляю сколько это ущерба принесло хаты погорели села стоят спальнями ужас мы уже видим другу издалека маленькая подойду ближе покажу вам сейчас мы идем на место ночлега и сейчас покажу вам еще где мы заночуем и утром будем на нее выдвигаться сейчас находимся в военном городке сейчас покажу здесь просто разобранные конструкции гаражи и трубы стремное место а тебя выставили нас караулить да тарас не сходил посмотрел что там внутри ну и как-то ребята заходим подвал набираем воду стараться нас отправили как самых благонадежных здесь немножко стрёмней сейчас покажу вам камерах вперед попробуем не кипяченым вкусно я не чувствую вообще никаких непривкусов ничего обычная скажем так колодезного это дождевая наверное дождевая но я думаю что да абсолютно на рядников тут нет вода дождевая должна дать покажу как здесь выглядит тут в воде разные плавают предметы кровати какие-то трубы прямо в воде так что несём пацана ничего не плавает вода вообще чисто так выходим это все стояли какие-то датчики компьютеры приборы все разворовано естественно сейчас мы на крыше перекусим посидим дождемся темно и будем двигать военный городок на ночлег перед выходом на дугу видите здесь какие-то таблички висели возле окна везде мох по ходу в эти ячейки стекает вода и мы йоги пили да так ладно выходим шикарно говори по стране с тем как было нафиг опять сушу самый ярко деле позовите меня в ресторан я надену все лучшее сразу и веселые песни цыган ребята еще наверху хочу померять что покажет нам дозиметр не 0 1 меньше чем в киеве надо слышишь надо померить радиацию 013 вот сейчас показывает 013 вот сейчас 016 вытащил а в киеве 02 да так что ребятам надо слышишь морщинскую померить можно больше фонит друзья находимся сейчас на крыше здания возле дуги я думаю все узнают это то здание где можно в подвале набрать воды и сейчас я приготовил небольшой сюрприз обратите внимание все вы знаете это монеты лавки удовольствий на 150 тысяч подписчиков который называется полтора маны к так вот друзья я собственно перед выходом в зону очень внимательно пересмотрел youtube и посмотрел какие интересные вам локации показать и нарвался на такой канал стаса полезского прежде всего мне понравилось его отношение к чистоте я также весь мусор тащу с собой назад вот такой парень помогает и бабушкам продукты носят и квартиру отремонтировал в припяти так как он снимает про чернобыль не снимает никто действительно хорошее удержание интересно смотреть интересные рассказы походы и так далее я скажем так перед выходом пересмотрел очень много его роликов ну действительно завораживает действительно завораживает он вводит даже экскурсии насколько я понял по его роликам ночью мне очень понравилось стас привет вот надеюсь ты найдешь эти монеты я ссылочку на его канал здесь обязательно прикреплю подпишитесь для вас я также приготовил сюрприз а для стаса и для его жены я приготовил две монеты которые сейчас спрячу на крыше данного дома сейчас ребята мы на крыше у нас сталкерский такой ужин здесь у нас грелочки некоторые у нас отрубились а я обнаружил у себя в кармане ребята вот такую вот монету представляете конь проживальского все вы знаете которая вышла первая из серии животные чернобыля собственно ребята вот эта монета сегодня видела вот этих вот коней лошадей вот эта монета из чернобыля побывает на дуге и достанется моим любимым подписчикам обязательно оставляйте комментарии под этим роликом пишите собственно напишите что угодно напишите главное что вам понравилось что вам понравилось в моем походе в этом ролике конкретно и я на стриме рандомно выберу победителя вот этой монеты хоть выучим здесь историю короче ребята у нас сегодня здесь банда такая я предлагаю выпить за знакомство у нас сегодня оля из молдавии поднялась на эверест первая девушка дима первый днепропетровец с эвереста денис у нас тоже горит со стажем я пришел с рюкзаком вот там стоит мой который на к-2 поднялся тарас вообще там уже сколько-то уже вершин покорил 3 8 тысячи к сумасшедший короче да к 2 это грузии курит аверест понял ты а ты был на к2 не не поставь стакан так ребят давайте тёма 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 у нас супер оператор тоже днепропетровска и он шел снимал ролик не дойдя сколько 500 метров до эвереста 30 метров короче он увидел не но все равно далеко зашел я в шоке вот и короче получается я одно здесь короче ребята вот такие вот если нас поймают вы просто покажете свои грамоты а твоя свечка потухла тебе все ничего не светит так ребят 526 дима 526 ребятушки выход у нас через 20 минут тем готов конечно завтракали слышишь а у тебя в комнате холодного тарас замерз а у нас чувствую сейчас ну вот я в этом тепло реально в кровь надышали и дверь закрыта и вообще огонь короче вы после туге 5 40 утра обошли охрану в пятидесяти метрах вот такая охранная чумочечная дуга нам надо свои вещи спрятать чтобы лезть без рюкзаков сейчас идем делаем схрон и будем штурмовать дуру короче друзья я на пол пути пацаны все наверху он тема один еще внизу лезет внизу внизу менты с собаками и по ходу они увидели кого-то из нас вот в любом случае назад не полезу вы ждут пока я наверх подымусь повешу там и слезу если что на час залезу переставлю карточку чтоб спрячу и потом меня куча интересных видосах погнал дальше руки забились уже забились руки уменьшим Поехали. Реактор. Дима, пить, пить дай. Дима, пить, пить. Прикрутил шурупом. Дима, нет водички? Спасибо, Дима. Здесь все это время был лифт. Причем только от техничен. В 2021 году. У меня руки забились. Ногам уже все равно. Нога толкаю. Я уже перчатки снял, будем мокрые. Погодка именно шепчет. Что-то такая и нужна. Я понял, понял. Каждый раз, когда я думаю, да не, вроде среди них одна есть нормально. Вы рушите моих. Охуенчик. Ну как там? Видимо, сразу окуса на пошлие. Его не перчатки на большинства. Не психологии на things you'll have to lie. assumptions for the 11th. Извините, дайте пройти, пожалуйста. Проходите, в очередь. А вы туда стоите в очередь? Ну, хотелось бы, ну давай, проходим, я потом. Ну, давай. Красиво. Что? Все, текай, текай, тише разговаривай, тише разговаривай. Продолжай, продолжай, Дима, еще чуть-чуть. Ребята, мы на краю мира, просто, просто фантастика. Вся банда поднялась. Видите, сзади горняшка накрывает. Видите, реактор. Вот, Дима уже все с ума сходит. Это просто, ребята, вершина мира. Слышишь, еще и ветра нету. Вообще шикарно. Просто шикарно. Сейчас еще напилим тут фото. И будем потихонечку сваливать. А сваливать отсюда не хочется никогда. Это все обслуживающее. Короче, вот это компьютер, ребята. Потрясающе просто. Теряется, короче, чувствует безопасность. Самосохранение начинает с ума сходить. А как надо направлять на себя? Ты как бы ты ни крутил, у нее 360. Потом просто выберешь, что она это воротит. Ей палку стирает, да, которая? Да. Ну, сам выберешь. Уже пошла? Сейчас, ну, там пикнет, а то, да. То есть она меня сейчас видит? Пикнет. Все, она тебя и видит. Пикнет. Хорошо. Где это карпеточка? Что, очковая, когда она тут катается? Я не знаю. Это не моя. Чего мне очковать? Камера моя, я говорю, тут стоять. Сарик, на, выключай. Я не знаю. А что она побита? Это нормально она снимает? Это Дима побил на К2. Просто красота, ребята. 150 метров. Ты с тебя уже вроде фоткал. Нет, отсюда не фоткали. Я фоткал уже. А ну давай вот так, слышишь? Так. Вставай. Да, я с краю встану. 140 он замерял лазерным этим. Да? Да. Сюда остановись. Рубанемся сейчас. Давай солнце буду закрывать. Или так, нормально? Край платформы. Пофоткались. Красотища. Встретили рассвет. Вон четвертый энергоблок. Вот он. Видите на своих экранах зрелище просто завораживающее. Здесь так кайфово. Не хочется отсюда никогда уходить. Ветер не морозный. Ветер обалденный. Я очень устал сюда лезть. Я очень хочу пить. Просто нет сил. У меня руки забились. Я думал, нога откажет. Короче, друзья. Вот это все. Сотни тысяч тонн металла. Вот эти все строения, которые внизу, видите, вот там вот охранные, вот там вот строения. Компьютерная вот эта зона, там где-то все обслуживалось. Это все сейчас могло бы вместиться просто в айфон. Ребята, просто в айфон. Сколько валено бабок. Сколько судеб разрушено. И самое ужасное, представляете, что самый ядерный реактор, он был построен для обслуживания этой долбанной дуги, которая сейчас вмещается просто в айфон. Вся оперативка эта. Фу. Представляете, ребята, просто вот эта гонка вооружений. Америка. Предотвратить пуск ракет. Это вот настолько все маразм. Я спустился. Но сил нет перебежать. Просеку. Пацаны уже на той стороне я ждут. Пацаны уже в лесу. Сейчас будет такой участок, 5 метров, который надо перебежать. Решил уже посмотреть, какой фон радиоактивный здесь. Вода, пацаны, вода. В общем, ребята, здесь лучше, чем в городе. Я лежу уже час в кустах, пацанов нет. Я нашел наши рюкзаки. Я не вижу, чтобы их приняли. Мы договорились следующим образом. Если принимают кого-то, ведут на КПП, и тянем время, час, вводим их за ноги, за нос, чтобы остальная группа, кто остался, успели прийти к рюкзакам и взять, а потом введи их к своему рюкзаку. Я уже здесь час. Я ловлю себя на мысли, что если никто не вернется, я, наверное, здесь останусь. Дождусь пацанов, штраф там 750 на ривен, поеду домой на машине. Во-первых, я не знаю зоны. Во-вторых, я не знаю зоны. Какая разница, где поймают. И даже у меня нет телефона таксиста, человека, который нас сюда подвезет. Поэтому, наверное, они имели в виду меня, если меня примут, чтобы... Я слышу шорох. Да мне пофиг. Даже если за мной придут, мне уже пофиг, короче. Ребята, одежда. Я вам в первом ролике уже показывал. Показывал вам в первом ролике. Короче, походу, мы не одни лезем. Вы поняли, ребят? Дуга сзади меня. Должен, а вот она, видите? Сзади меня. И, походу, мы не одни туда лезем. Одежда просто огонь. Друзья, в первом ролике я показал. Собственно, где я ее купил, как я купил, в этом ролике я тоже вам оставлю. Оставлю обязательно ссылочку на данную фирму. Очень удобная. Я вам отвечаю. Такого экстремального у меня еще не было обзора. Это моя Рибаковская термалка. Обычная футболка хэбэшная. И все. Вот эта штучка здесь. А на рукавах просто вот такой вот материал. Я не знаю, как он правильно называется. Вам все это расскажут владельцы данной фирмы. Причем, если вы скажете, что вы от YouTube канала Лавка Удовольствий, собаки. Если вы скажете, что вы от YouTube канала Лавка Удовольствий, вам сделают 10% скидку. А вещи просто. Единственное, что мне не удалось полностью протестить, это ботинки. Я вот в этих педалях хожу, вторую часть похода. Так как действительно надо обувь идти сюда в разбитой, разношенной обуви. Но я, слава богу, я в ботинках прошел такое место, где было выворот ног. Кепка, друзья, также этой фирмы. Очень удобная. Я, в принципе, всегда потею. То есть, я не ношу такие теплые вещи. Я всегда в футболке, ну, зимой даже. А сверху в теплой куртке. Так вот, здесь я вообще себя кайфово чувствую во всех вещах. А бейсболка, я ее сразу прострелил. Я сюда вешал камеру, сделал себе такое ноу-хау. Вот, поэтому, ребята, простите. Вот. Цвет обалденный. Я сам себя не вижу. Пацаны сфоткались, и потом сказали, вон же ты на заднем плане стоишь. Я себя не видел, обалдеть. Короче, покупайте правильную одежду. Блядь. Ой, извините. Наши. Сами, сами идут. Слава тебе, Господи. Короче, ребята, вот это экстремальная у нас была движуха. Сейчас вам покажу ту сторону. Ну, вон, собственно, что ее показывают. Пацаны собираются. Дуга. Я напротив в посадке здесь приварю у него. Пошечки. Никогда не думал, что так буду рад их видеть всех. Ушлепков. Они мне за последние два дня очень надоели. Я их ненавижу всех. А сейчас так рад видеть. Я бы все равно не поднял все их рюкзаки. Что бы я с ними сделал? Такси сюда не приехало бы. Ладно, ребята, будем выдвигаться. Теперь мы выходим тихо. Надеюсь, что обойдет стороной. В общем, друзья, мы выходим. Дождался своих. Валим по лесу. Ольга. Тебе понравилось? Класс. Саня, Саня, Саня.